Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Мы уже очень много говорим о том, что вы станете неуязвимы ни для каких темных сил, если начнете светить своей сердечной чакрой, то есть принимать как себя, так и все в этом мире, несмотря на то, что вам это может совсем не нравиться. Все, что существует в трехмерной реальности, не случайно, и вы здесь находитесь для того, чтобы сделать свой выбор. Все условия для вас здесь, в этом мире созданы, чтобы вы сделали свой выбор. Сегодня вашему вниманию слияние двух миров, щепетильная тема, энергетическое взаимодействие между чистокровными рептилоидами и полукровками. Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мне хотелось бы объяснить вам механизм энергетического взаимодействия между рептилоидами чистокровными и полукровками. Как правило, чистым рептилоидам трудно ужиться друг с другом, поскольку не только их энергетический взаимообмен, но и общение на физическом плане построены исключительно на потребительской основе. Каждый хочет получить от другого максимум энергии и материальных благ. Их жизнь превращается в настоящий ад, поскольку каждому из них кажется, что он чего-то недополучил и что его обманули. Именно поэтому рептилоиды так тянутся к людям или хотя бы к людям-рептилоидам, поскольку там есть нескончаемый источник энергии, которой они могут питаться, манипулируя сознанием человека и играя на его слабых струнах, которые они безошибочно угадывают. Нужно сказать, что интуиция у рептилоидов развита прекрасно, но это интуиция земного происхождения, подобная той, что развита у животных. Они хорошо чувствуют свою добычу тех, кто может предоставить им нескончаемый источник питания, чистых, преданных, любящих людей, которых они способны поработить энергетически и психически. Так они обеспечивают себе бесперебойные энергетические поставки, не заботясь о том, что сам источник питания чахнет физически и морально. А вот что и происходит, когда спутником жизни рептилоида становится человек-рептилоид. В этом случае многое зависит от того, какая часть у последнего развита сильнее, его божественная душа или рептильная. И здесь происходит следующее. Если в нем преобладает рептильная часть, то она борется за божественную душу, из которой черпает энергию сама, не позволяя делиться своей добычей с другим рептилоидом. В результате этого возникает настоящий энергетический хаос, из которого в божественной частичке человека уже очень трудно выйти победительницей. Если же божественная душа в этом человеке по-настоящему сильна, то она способна преодолеть все трудности и препятствия, и, несмотря на бесконечное давление на нее изнутри и снаружи, выберется на дорогу, ведущую к свету. Именно это и происходит сейчас со многими людьми. Им помогают все силы света, энергии, которые льются с небес, знания, которые им открываются. Всему человечеству бросается сейчас спасательный круг, и каждому из вас нужно сделать свой выбор. Ухватиться за этот круг и выбраться на берег новой земли. Либо, продолжая плыть по течению, отдавая свою душу на растерзание тем, кто всеми силами старается помешать вашему освобождению от морока трехмерной жизни, чтобы самим остаться как-то на плаву. Я вижу, что многие из вас уже очнулись от этого морока, увидели реальную картину жизни, и, главное, не испугались того, что увидели, а приняли все с любовью и пониманием. Я знаю, родные мои, что с каждым днем таких людей будет становиться все больше и больше. И произойдет это благодаря энергиям высоких вибраций, поступающих сейчас на Землю, а также благодаря многим пробудившимся душам, несущим человечеству истинные божественные знания и информацию о судьбоносных событиях, происходящих сейчас на вашей планете. Любящий вас, безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта, вы прослушали тему энергетическое взаимодействие между чистокровными рептилоидами и полукровками. Субтитры создавал DimaTorzok